1, 2, 1, 2. Это DigiPoison, The Bass Crew. Это специальное интервью для канала Speak2Bash. Или для блога. Мофак. Какая разница, смотрим. Сколько? Я говорю сотка. Как вот человек задрот. То есть вот когда попадаешь в Дабас, ну, когда я попал в Дабас, там уже все локации открылись. Вот реально. Туннель. Атаку делал? Ну, вот так. Мы продажные люди. То есть я не говорю, что это именно сексуальный процесс. Я продавал эскорт. Я вообще никогда в своей жизни ничего не употреблял, не выпивал. У меня сегодня в гостях Диджей Poison, Майкл Ака-Ака-Ака, много разных других имен. Резидент Дабаса. Привет. Привет, Майкл. Как сам? Как универсал. Да? А что вы сами постоянно покупал? Покупал сок ребенку. Вопрос такой. Слушай, если тебе предложили бы вернуться в детство, ты бы вернулся? Так я сейчас в детстве. Ну, нет, вообще-то в 5 лет, в 6 лет. Ну, в то детство, которое я был? Да, в то, которое было, да. В каком возраст? Слушай, ну, до 18 лет это, в принципе, один и тот же возраст. Он независимый, вообще беззаботный. Поэтому в любой. То есть от, можно сказать, наверное, 10 до 18. Ты бы что-то поменял? Нет. Все так бы осталось? Ну, развитие, оно же дает опыт. Любой опыт, это классно. Какой опыт ты получил до 15 лет? Радическая забота. Хорошо. А вообще от детства как-то прошло? У тебя были творческие наклонности? Вот я с 13 лет начал тусить по ночным клоуам. С 13. Соответственно, я увидел, кто такие диджеи, что они делают. Мне стало это интересно. И я подошел к родителям и говорю, я хочу покупать винил. И они мне начали давать бюджет на пластинки. И, соответственно, я начал в этом моменте развиваться уже с 13 лет. Это какой год был? Конец 1995-1996 год, начало февраль. Это был первый, я даже помню первую вечеринку «Планета Джангл», которая проходила в гостинице Санкт-Петербург. Там выступал Грув, Дэн, Джанго и еще не заявленный тогда на то время Бумер. И тебе было 13 лет, ты пришел на пати? Да, с моими друзьями, которые были старше меня. 4 на 5 лет. Соответственно, они меня взяли на вечеринку. И об этом не знал мой отец, но моя мать, которая, я считаю, подругой и отца, считаю другом, которая меня отпустила, доверившись моим друзьям. То есть на тот момент. И тогда выпивал, бухал? Я вообще никогда в своей жизни ничего не употреблял, не выпивал. То есть благодаря вот именно родительской свободе, которая не вставляла мне палки в колес, соответственно, я сам выбирал, в какую сторону мне двигаться. То есть ты никогда в жизни не пил алкоголь? Ни алкоголь, ни наркотики, ничего никогда в жизни. Хотелось? Нет. При мне я видел, как употребляли наркотики, и в какой-то момент мне предложили попробовать. Извините, мальчики, послушайте меня, ладненько, потому что мне, я говорю, может спасти вашу жизнь. Понятненько, да? И мне было 15 лет или 16, это был неосознанный возраст, когда люди, в принципе, могут попробовать что-то. Но у меня как-то не возникло интереса, и я тут же сказал нет. Но я не знаю, что это такое, но, видимо, какой-то ангел-хранитель меня оберегает от этого всего. Поэтому не употребляйте наркотики. А котикам двадцать? Нет, котики – это класс, у меня два котика. Как зовут? Честер и Крыс. Отец и сын. Лысый. Так, вот ты пошел в 13 лет на вечеринку, и что тебя впечатлило больше всего? Развитие. Ну, то есть, на тот момент, 96-й год, это, то есть, развивался рейв культуры, развивалась рейв культура. То есть, Drum'n'Base только появлялся. То есть, Jungle, Drum'n'Base, дресня вся. Этого не было вообще, то есть, это новое. И как раз вот мы попали в это развитие и были свидетелями всей этой культуры. То есть, сейчас совершенно другое время. То есть, опять же, ты говоришь, что-то поменял, не поменял бы, потому что я был в том времени, попал в это время. Сейчас совершенно другая история. То есть, тогда мы это присутствовали именно в развитии. Сейчас стиль настолько развился, что он уже как отдельный. Ну, то есть, Drum'n'Base это уже как, ну, устоявшийся стиль. Ты знаешь, как дабстеп появился, что-то пропал. А Drum'n'Base, он как бы вот, есть как техно, как хаос. То есть, соответственно, попали в развитие и я грифанул от того времени. А следующая вечеринка твоя была какая? Ну, и тогда уже все, это уже пошло на поток. То есть, соответственно, уже открылся через какое-то время клуб «Мама». Вот, до этого мы ездили, я начал покупать винил. Меня начали приглашать ребята из такого городка Сиверский, Гатчина. Вот, и мы там начали поигрывать. То есть, на день города, потом какие-то были дачные варианты в коттеджах. То есть, там это мастерство, как сказать, учились сводить пластинки. И, соответственно, когда уже уровень повысился, начали выходить на питерский уровень. Вот, в моей жизни повстречался такой человек, как Чадин Сергей, который предложил мне записать кассету на КДК Records. Я ему еще был такой, типа, сырой человек. Думаю, ну, конечно, давай попробуем. То есть, представь в то время, да. Мне предлагают выпустить кассету ее. Сколько тебе лет было? 2000-й год. Мне было 19, наверное. Как начался твой вообще путь в Derram Bass? Ну, в принципе, так и начался, когда я начал покупать винил с 96-го года. Подкопив материал, у меня появился кореш с посвящения. И он как-то предложил мне поехать в Сиверску. В Сиверске, Гачино. У меня там была тоже тусовка, которая начинала играть ломанные ритмы. Джангале. Вот. И там периодически были вечеринки. В коттеджах, День города и так далее. И я там принимал непосредственно участие. То есть, постепенно, к 2000-м годам, я подкопил материал. И вот, рассказал про кассету, выпустил кассету. Меня заметили питерские чуваки. Вот Коля, Топпер с 07-м. Они начали делать тоже вечеринки, на которых я начал поигрывать. И там познакомились со спазом. У меня вопрос такой. Вот смотри, тогда, насколько я знаю, было сложно покупать винилы. И вообще, тем более, сложно было найти эти винилы-проигрыватели. Как это сделали? Ну, в самом начале там с рук покупали. То есть, мы тусовались на Дворцовую площадь. То есть, на Дворцовую площадь все тусовались на этих окнах, на прежутке. И там знакомились рейверы, рейперы. То есть, в свое время там даже кислой приносил, там, пластинки. То есть, и как-то с кем-то мы закарифанились. И я там первое время покупал с рук винил. Потом был такой магазин пластмасса. В дальнейшем база. Ну, как-то... Сколько тогда винил стоил? Ну, рублей 200-300-400. В таких же параметрах. Не знаю. А где учился по выигрывателе Дебрал? Слушай, на начальном этапе, вот у меня чувачок, который умел паять. Мы спаяли, ну, не мы спаяли, он спаял Веге с печом. И вот у него дома начинали творить чудеса. А потом я познакомился с такими чуваками, как Блейс Фейсис. Они такие скрэчеры. Вот, начал у них зависать. И там, по сути, увидел первый момент скрэча, который мне понравился. Вот. И у них начал записывать миксы. Потом был такой персонаж Диджи Дарк. У него дома тоже писали миксы. Ну, то есть, где были вертушки, там мы как бы и залипали. Потом был такой магазин Мека у Диджи Бумера. Мы еще тогда с ним не были знакомы. К нему залетали, тоже скрэчили. Он там приходил, ругался. Ну, то есть, мы как шпана, короче, везде. Ну, насколько я знаю, ты хорошо скрэчишь. А вот в чем успех хорошего скрэча? Слушай, ну, как, на уровне западном я не считаю, что я хорошо скрэчу. Вот. Скрэч это, ну, типа, как, знаешь, как вот человек-задрот, который сидит, что-то учит, во что-то там втупляет. То же самое, надо просто стоять у вертушек и постоянно оттачивать какое-то одно движение, потом второе, третье, и, соответственно, это... Сколько движений ты отточил? Слушай, ну, на первый момент я там по три-четыре часа стоял вот это все, привыкал, чтобы рука... Так он делал? Ну, вот так. Ты чисто дрочил его, правда. Ну, просто стоишь, и чтобы рука именно привыкла к винилу. Потому что, если ты попросишь любого человека подойти и положить руку на винил, он просто ее положит, как кирпич. То есть, соответственно, чтобы рука привыкла, и у вас появилась легкость с пластинкой. То есть, сочетание руки и пластинки, связь, ну, как между тобой и женщиной, понимаешь? Интересно очень, продолжай. Во сколько лет ты понял, что хочешь стать диджеем? Ну, вот, когда попал на первую вечеринку «Планеты Джангл», увидел... Ну, до этого у меня вообще не было картинки диджея. То есть, я пришел на вечеринку, увидел, кто такой диджей. То есть, как они работают, насколько они крутые в глазах публики. То есть, в тот момент у меня уже зародилась идея пойти по этой дороге. То есть, ты хотел быть крутым на публике? Нет, я не то, что хотел крутым, не крутым. Я просто хотел попробовать это. То есть, сейчас вот, чтобы стать диджеем, это типа мода, да? Тогда мне просто понравился процесс, как это все происходит. Вот люди, то есть, берут один трек, второй трек, как-то это делают, сводят. И я же не понимал, что это такое. То есть, первая моя сводка была вообще, ну, тупо я ставил пластинку, играла вторая. Я запускал ни в квадрат, ничего там, середины крутил, пока они не совпадали. То есть, я не понимал вообще процесса. И вот, когда я начал в этом разбираться, это и был интерес. Когда ты стал диджеем, больше девочек у тебя стало в окружении? Слушай, ну, я всегда был, старался быть в окружении одной девочкой. То есть, у меня не было таких периодов, чтобы я там, типа, таскался. То есть, у меня всегда была одна девочка. То есть, когда у нас отношения заканчивались, через какой-то короткий промежуток времени у меня появилась вторая. То есть, я такой, чисто плотный кот. То есть, они все были с тусовки или где-то со стороны? Где-то в клубе знакомился, где-то, ну, то есть, в каких-то других локациях. Девочки всегда, как бы, были, ну, как подружки. То есть, я могу дружить с девочками, правда. То есть, не подходили тебе после сета, сказали, можно я тебе? Подходили, конечно. Мне даже видео присылали с голыми гениталиями, да. Осталось? Показать? Ну, покажешь. Покажу, но не на камеру, потому что... Ну, давай, Тайком, давай, Тайком, посмотрим здесь. Я покажу потом, не дашь. Давай поговорим о Бумере. В 2002 год или в 2001. А, в 2001 году ты познакомился с Бумером. И он тебе сразу сказал, давай в Дабейс. Нет, смотри, как было. То есть, я играл, по-моему, в «Спартаке». И ко мне подошел спазм. Мы не были знакомы. Он говорит, ну, типа, вот, там, типа, играешь в драм-н-бейс, круто, давай там, типа, вместе играть. То есть, на тот момент он, по-моему, поссорился с Диджи Стивом. У них была базука Крю. Вот, и мы с ним нашли общий язык и придумали Кимоно Крю. Соответственно, у меня уже на тот момент третья или четвертая кассета вышла. И он эту кассету дал Феде Бумеру. Подожди. В 2001 году ты знакомишься со спазмом. Ну, Кимоно Крю с 2000-го уже года появился. Раньше. Ну, я с Федей познакомился в 2001 году. А Кимоно Крю? Кимоно Крю в 2000-м. В 2000-м? Да. То есть, я просто познакомился, ну, предыстория, как я пришел, понимаешь. Продолжай. Я познакомился со спазмом. И, соответственно, мы начали с ним играть. Создали Кимоно Крю. Он взял мою кассету, передал Феде Бумеру в 2001 году. И, то есть, по сути, я не был знаком с Федей. Ну, я его видел в клубах, соответственно. То есть, ну, просто у Феди всегда был образ настоящего диджея. Я к нему, ну, было не подъехать. К нему и часто не подъехать на Хромой Кобыле. А тогда тоже. Ну, типа, так, если ты подъешь, значит, ты, как бы, ну, сразу же, типа, в топку. Вот. И спазм дал ему кассету. Потому что он уже на тот момент с Федей уже участвовал в вечеринках в его... То есть, играл на его вечеринках. И я, как ты шел по Невскому, увидел афишу Дабас. И мое имя уже было в афише. Тебе даже об этом не сказали? Ну, то есть, там Саша спазм настолько, как бы, был в доверительных отношениях, что, типа, то есть, объяснил, что я его кореш. И, соответственно, Федя меня вписал на свою вечеринку. И там мы уже с ним закарифанились. Как вообще было знакомство с Федей? Просто вообще. То есть, самый главный момент, наверное, было, ну, личностное отношение. То есть, я, как бы, такой персонаж, ну, то есть, всегда на фристайле. То есть, и Федя такой, ну, типа, трушный чувак. И мы как-то сразу... Хотя у нас была разница в возрасте. По-моему, 5 или 6 лет. Вот. И все равно как-то так быстренько. Ну, для нас всегда был отец. То есть, на тот момент в Питере было 10 дейсжакеев именитых. Вот. И я присутствовал при такой картинке, когда мы шли с Федей по Невскому проспекту. Мы детки такие, типа, вот. И у него, ну, буквально каждый второй брал автографы, правда. То есть, это как, ну, как актер какой-то, знаешь. Это сейчас уже, там, диджей это такое, не знаю. То есть, кто это играет, да, фиг знает. Поэтому у него альтер-эго, наверное, и так и появилось. Типа, кто такой диджей? Кто диджей? Фиг знает. Что, кто сейчас диджей? Непонятно. Раньше, да, диджей, прям, это было, прям, круто. А тебе не завидно было ему? Ну, слушай, у меня такого вообще чувства нет, зависть. Меня так воспитали, что я, наоборот, радуюсь. То есть, у человека есть какой-то успех, я за него радуюсь. И, соответственно, надо самому достигать чего-то. То есть, в диджействе, я считаю, что по питерским меркам я достиг очень такого высокого уровня. Ну, на тот момент. То есть, не считая сейчас, чтобы участвовать в каких-то вечеринках, надо писать музыку. То есть, если ты не пишешь свою музыку, ты, как диджей, наверное, мало интересен. То есть, соответственно, сейчас немножечко другое время. На тот момент ты должен, ну, как минимум, уметь сводить пластинки. То есть, много диджеев, которые просто приходили диджеев, вообще не умели сводить пластинки. То есть, я не понимал смысл. То есть, а у меня был бэкграунд. То есть, до 2000-го года, до 2001-го года, у меня был отрезок, чтобы научиться это делать. Соответственно, когда я это уже научился делать, появился на экранах, на радарах. И уже меня тогда заметили, потому что, ну, смысл тогда лезть на сцену, если ты, как бы, из себя ничего не представляешь. У меня уже была одна кассета. То есть, понимаешь, да? Я в то время сам достиг, ну, как сам, с помощью друзей, которые мне предложили попасть на КДК Рекордс. И уже потом я уже самостоятельно договаривался о выпуске материала и двигался. Хорошо. Хорошо. Когда ты, первый раз, вышла на сцену, тебе не было боязни сцены? Конечно, было. Ну, чтобы ты понимал, многие люди не понимают, когда вот диджей играет, они к ним подходят, привет, привет. А ты иногда уходишь, ну, настолько в эту роль диджейскую, ты как актер, да? Ты уходишь в процесс и порой даже не замечаешь, что вокруг. Вот даже ты вот, если подойдешь ко мне, я буду увлечен процессом, я могу там, а, ну, там, привет нам максимально, типа, там, показать и дальше заниматься этим. А бывает, что вообще, ну, то есть, потом говорит, да, я к тебе подходил, там, ты, я не помню. То есть, ты настолько увлечен этим процессом, вот, как, знаешь, как четыре стены, говорит, у актерских. Смотришь в глаза, а на самом деле сквозь толпу, то есть, и ты, как бы, так растворяешься. Ну, то есть... А у тебя были какие-нибудь конфликты с твоей диджейской в жизни? Ну, потому что я вообще бесконфликтный человек в этом. Нет, в том плане, к тебе не подходили, поставь мой компакт-диск, там, поставь такое. Подходили на опен-эре, я помню, по-моему, на Медном озере. Чуваки устроили опен-эр, позвали меня, и там такие, типа, видимо, местные пацанчики подходили, поставь Михаила Круга. Поставил? В Владимирской Центральной, нет, конечно. А не было? Ну, слушай, я могу поставить, но, понимаешь, если ты такой, ну, конечно, ты там ради угара, можно поставить. Ну, так просто, ну, смысл. А вообще, конфликты в клубах где-нибудь возникали? Ну, с тобой, либо с твоим окружением? Слушай, ну, не конфликты, а вот по поводу треков, да, там, типа, поставь мой компакт-диск или... В том числе тоже. Ну, вот я играл как-то в одном заведении, не могу говорить, ну, там есть рамки, то есть, ко мне подходит чувак, кладет 15 тысяч, говорит, поставь отпятых мошенник. Он говорит, сколько? Я говорю, сотка. Он достает сотку, говорит, чувак, я пошутил. То есть, ну, настолько, как бы, человек вообще не запаривался. Вот, и потом мы с ним разговаривались. Я говорю, вообще, чем ты занимаешься? Говорит, вертолеты продают. Когда ты решил послушать машину? Можно поставить от петных мошенников один трек за сотку, понимаешь? И я не считаю, что это конфликт, но это, как бы... А сейчас бы поставил за сотку? У меня был разговор с организатором, он говорит, слушай, в следующий раз, когда у тебя такое предложение будет поступать, бери двушку, сотку вноси в кассу, сотка твоя. То есть, в следующий раз я поставлю. А так вообще тебя можно купить? Конечно. Ну, я диджеев называю именно шлюхи. Ну, то есть, мы продажные люди. То есть, в какой-то момент я играл только драмбэйс, когда у меня родился ребенок, я понял, что мне надо как-то где-то чего-то. Вот, кстати, ребенок. Что? Собаку больше, чтобы поградил. Зайди сюда. Смотрите. Аккуратнее, аккуратнее, не переверни ничего. Вон, атик папе подойдите. Главное, чтобы она не будет слова. Вот, кстати, ради чего я начал играть разную музыку. Ну, представьте, я своего молодого человека. Да, Федор. В честь Феди Бумера. То есть, это будущая звезда. Преемник. Преемник, да? Бумер об этом знает? Я там догадывается. И мы можем быть. А это что? Это экраны, Федь. Поздоровайся с публикой. Вот такая вот нота. Скажи мне, диджей Пойзона можно купить? Да. Сколько? Несмотря какое мероприятие. То есть, если это драманбейс формат, это одна сумма. Если это хаос рэп, там тоже это обсуждается. Если это корпоративная история попса, это совершенно другая сумма. За какой максимальный ценник ты выступал? Ну, максимальный 50 тысяч рублей. В час? Ну, сет. Сет может быть час, три часа. Три часа, четыре часа. А это где было? Это было закрытое мероприятие корпоративное. Понятно. Как думаешь, любого диджея можно купить? Любого. Почему? Ну, потому что деньги – это инструмент. То есть, за счет денег ты можешь позволить себе отдых, еду. Ну, мы живем в материальном мире. То есть, если человек отказывается от денег, ему либо надо уехать в какое-то закрытое помещение или в глухомань, развесить там скот. Ну, вот как раньше было слово «семья», да, это как бы жена, муж, избушка, хозяйство, огород. То есть, там, в принципе, бабки не нужны. То есть, там, наверное, честные, хорошие люди, которые развиваются только за счет себя, за счет своего хозяйства. И то я, наверное, ну, мало таких сейчас людей. Я не говорю про деревни, там люди живут за счет пенсий. Все равно материальная история. Скот надо как-то кормить, что-то надо растить, чтобы за счет этого что-то развивалось. Поэтому я считаю, что либо люди рабы, либо они шлюхи. Вот и все. Ну, то есть, рабы – это которые работают на работе, на какого-то дядю. И как бы за них, ну, по сути, думают, решают. То есть, повышают план, там, еще что-то. А диджеи, ну, то есть, ждут предложений. То есть, как актеры. Актеры, диджеи. Я не говорю, что это именно сексуальный процесс. Это как бы процесс того, что человек заведомо продается. Он продает свои услуги, ну, типа, и хочет их продавать. Хочет продавать себя, как личность. То есть, понимаешь, да? Ну, то есть, такие бытовые шлюхи. Проституция. Грубо говоря, без процесса. Хотя, я знаю, что и диджеи, и актеры есть, которые прям и продают свое тело. Ну, в прямом смысле этого слова. А ты бы вам смог продать свое тело? Нет. Вот здесь ни за какие деньги. То есть, в этом плане я гетеро-человек. Я понял. Слушай, насколько я знаю, у тебя было агентство Экскорта. Не у меня не было. Ну, ты как-то там участвовал. То есть, были моменты в моей жизни, когда я продавал эскорт девушек. Но это легальная история, потому что эскорт услуги – это не проституция. То есть, это сопровождение. То есть, бывает, приезжают какие-то важные персоны, которые хотят пойти в то или иное место. И, соответственно, для картинки берут моделей. Ну, это называется эскорт. Как это было? Были какие-нибудь там интересные истории? Ну, это была самая интересная история, когда в это вписался. И мне за это перед собой уже стыдно, потому что это не очень позитивная энергия. Но это мой опыт, и я любому опыту благодарен. Я же могу придать любую сумму сейчас, понимаешь, продать подороже, да? Да, хорошо. Вот ты сейчас сказал по позитивной энергией. Ты веришь в позитивную и отрицательную энергию? Во что ты веришь? Я верю в силу. Союзник мой, моя сила. Могучий союзник это. То есть, ну, типа, Бог, он, типа, для кого-то это, ну, там, существо. А я верю, что это сила, которая управляет этим миром. То есть, сила в нас, в тебе, ну, то есть, в каждом человеке, в каждом живом существе. И, соответственно, если ты во что-то очень сильно веришь, прям очень сильно, это приходит в твою жизнь. То есть, если ты там, например, говоришь, ой, очень все херово, будет очень еще в три раза херовей. Если ты начинаешь продумывать каждый момент в своей жизни, ну, например, я вот хочу вот такой позитивный момент. И прям в это надо поверить. И вот сила, энергия, она все сделает. Я просто в этом уверен, у меня так вот ребенок появился. Я очень сильно его захотел в 32 года. В 33 у меня вот ни с чего все, вот как так произошло. Принесли? Айс принес. Спасибо вам, Женя. Как человеку обрести вот эту энергию? Как в это начать верить? А это опять, это же жизнь. То есть, у тебя есть этапы. Вот, например, сейчас я не матерюсь. Я к этому пришел, опять же, наверное, осознанно как-то думал об этом, размышлял. И меня судьба свела с людьми, которые, опять же, передали мне эту энергию. И, соответственно, дали мне какой-то новый виток. То есть, может, через 2-3 года я к чему-то еще приду. То есть, это этапы, ступени. Если человек не развивается, то он стоит на каком-то... Представь, мы с тобой с детства дружим, да? Мы там дурачимся, угораем, смеемся. То есть, ты там растешь. И там в 30 лет ты, например, чего-то уже в голове достиг. Каких-то там результатов, знаний. А я так же дурачусь. То для тебя я останусь дурачком, правильно? По сути. То есть, если я никак не развился, так же все вот... А-а-а-а! Здорово, братан! Ты так подумаешь, ну, чувак, ну, это можно как-то поугарать, но все равно ты смотришь на людей вокруг себя, да? И, соответственно, кто-то откалывается, кто-то идет дальше с тобой по жизни. И если человек развивается, ты развиваешься с ним. То есть, если человек деградирует, ты, соответственно, выбираешь человека, который идет вверх. Кто-то выбирает человека, который идет вниз. И, соответственно, с ним падает. Мне как бы интереснее идти с людьми, которые тянут меня наверх. Поэтому это и есть энергия, и я вот выбираю такой путь. Хороший путь. Давайте немножко окунемся в историю. Расскажи по Клуб Мама. Клуб Мама. Это 98-й год, да? И далее, да. Ну, из открытия туда залетели, потому что это было что-то такое прорывное. Был туннель, планетарий. Ну, это как-то такое взрослеповое. А здесь открылся прям драм-н-бэйс-клуб. То есть, я когда услышал этот стиль, я прям вообще взорвался. Думаю, ничего себе. Вот это... Перебью тебя немножко. Ты можешь забитбоксить идеальный бит драм-бэйса? Для тебя? Забитбоксить? Да. Попробуй. Так вот, давай к маме вернемся. Это было очень круто. То есть, мы попадаем в место, где звучат ломанные ритмы. То есть, постоянно. Этого не было. То есть, были какие-то отдельные вечеринки начальные. А тут начинается просто каждонедельно твой любимый стиль музыки. В маме был сначала один этаж первый. То есть, второго не было. То есть, ты туда попадаешь и все. И как бы отключается голова. И, соответственно, потом это начало развиваться. Началась хаос история. И клуб начал больше существовать как дом. То есть, ты туда приходишь, всех знаешь, дурачишься, угораешь. Там все, ну, то есть, вот так вот повязаны. И взрослые, и дети. То есть, все вперемешку. Это была нереальная локация, где все друг друга, по сути, и узнали. И когда уже, ну, сейчас смотришь на людей, кто-то где-то там, какие-то частицы. Ты понимаешь, что вот мы же все там были. Поэтому мама это такое место, которое зародило некую уже, ну, как бы новую тусовку на тот момент. Тогда же был туннель, вот этот слон Попова, которые тусовались где-то там на квартирах. Потом уже начали вот появляться мыро, с точки такие, которые вот попали в маму и начали расцветать. И тогда уже начали зарождаться дальнейшие клубы, там пар и так далее. А есть забавные истории, связанные с этим клубом? Мама? Да там каждую неделю было забавное что-то. То есть, мы с моим другом Петей настолько, как бы, были безбашенные люди. Когда приходили на вход, где там стояла охрана, мы начинали их троллить. И нас охранник до пяти утра было не пускал, говорит, ну, типа, мы там его смешили, там, даже как-то за шареной бегали. И мы пригоняем уже там, типа, он говорит, ладно, заходите. А мы ему факт, там, типа, Саша, иди в жопу. Он говорит, мы сегодня не пойдем. И вот нам было сам факт не попасть в клуб, а именно подурачиться. То есть, на входе, там, где-то там, на улице постоять, потусить. То есть, ну, настолько было круто, что не зайти именно потанцевать, провести время. А именно вот такая атмосфера. Потому что настолько это было по угару, что, типа, не сам факт попасть в клуб, а рядом постоять. Вот это было очень круто. Ну, то есть, соответственно, мы и там постоянно тусили. То есть, был один тоже смешной случай, когда мы дурачились, толкали друг друга. И толкаем моего кореша, опять же, Петю. И он своей жопой дырявит, короче, стену. И, короче, в стене была форма жопы. Потом они, как бы, с чуваком приезжали на неделю, заделывали. Короче, просто заделывали так, что там был такой квадрат, ну, тупо, на стене закрученный. И, получается, типа, закрыли жопу. Когда ты пел сыграл в маме? Вот, когда я начал уже поигрывать с Федей, по-моему, буквально, наверное, с 2001 года, я уже не помню так, если честно, вот, в тех временах. А в Туннеле? В Туннеле тоже те же времена. То есть, вот, когда попадаешь в Дабас, ну, когда я попал в Дабас, там уже все локации открылись. Вот, реальный. Туннель, мама, пар. В пар я вообще попал по своей инициативе. То есть, я тогда фанател от бразильского драм-н-бэйса. Вот, и пришел к Мишу, к Миши Стронгу в пары, а там чисто хаос, только хаос, такие джаз, такая лайтовая история. Я говорю, слушай, давай поиграем у тебя в клубе драм-н-бэйс. Он говорит, не, не, ты чего, драм-н-бэйс, это же совсем не та история. Я говорю, на, послушай кассету. У меня вышла кассета тогда, Бразилия. Вот, он послушал кассету и говорит, ну, ты же, как бы, крутой драм-н-бэйс. Я говорю, да. То есть, драм-н-бэйс, он разнообразный уже. Вот, и мы начали делать вечеринки в пары с ПБ тоже. Тоже легендарное место было. Но все-таки более интересно по клуб-туннель поговорить. Как он тебе, что, какие воспоминания от него остались? И что вообще об него думаешь? Первый туннель, это прям, ну, вообще, там, чела, вот эта вся эта история, андеграунд полный. То есть, Попова, Слон, Хас, вся эта вот именно Анжела Суженко. Это прям вот они, там, Федя Бумер. Вот, и когда это все закрылось, открылось возрождение туннеля. И на первых порах он был, как бы, по сути, обновленный, там, о, круто, да, там, ничего себе, его переделали. А потом он начал постепенно для меня умирать, потому что начали уходить динозавры, вышеперечисленные. И началась приходить новая тусовка, и как-то, как-то это все начало, так, без уважения. Раньше диджей, как-то, ну, с уважением друг друга были. А тут начались, вот, какие-то, там, опять же, терки, батлы. И постепенно я оттуда ушел, потому что, ну, не очень, как бы, для меня. А так, место для меня значимое, и, по сути, одно из любимых. По поводу терок и всяких батлов, у вас с дабейсом были терки, с тамароком, с респектом, с гангстой? Не, в этом плане Федя вообще бесконфликтный человек. Если что-то там начиналось, Федя, наоборот, тормозил, говорит, ребята, ну, как бы, кому он, не надо. Он никогда не выносит ссоры из избы. То есть, это такой человек, ну, очень начитанный, очень такой, как шахматист, продумывает все шаги на несколько шагов вперед. То есть, соответственно, мы-то, детки, и нам хочется подурачиться, поугарать. А у нас, наоборот, так, типа, ребята, тормозим, тут, как бы, свой сценарий. У нас были какие-то моменты, там были какие-то, на тот момент, форумы, и что-то там, по-моему, про меня кто-то там написал. Мы пришли на какую-то вечеринку, и там, типа, кто это написал, там, типа, давайте, короче. Написали на spbdmb.ru? Ну, наверное, кто-то там про меня что-то плохо написал, и мы пришли на какую-то вечеринку, и хотели, типа, ээээ, ну, такие-то. Я просто на тот момент, по-моему, закончил уже на химовской училище, было много мощи, то есть, я мог втащить, соответственно, мог ответить за... Это динджер, БОЙЗА, ФОК, ПОКОС, ГИКСБЕЗАНИЯ! Субтитры создавал DimaTorzok